Приветствую вас! Я бы сказал, что вопрос веры не стоит, да? То есть к вере отношения не имеется то, что вы пишете. Значит, во-первых, вы говорите, что у вас есть достоинства и недостатки, что уже является как бы отклонением от нормы, потому что если, ну, человек говорит, что у него есть достоинства и недостатки, значит он говорит, что у него есть плохие и хорошие стороны, сильные и слабые стороны, вот. Поэтому ещё идёт субъективная оценка. И субъективная оценка того, что у человека хорошо и того, что у человека плохо, формируется именно родителями. И, соответственно, из родительской оценки, из родительского восприятия того, что вы хотите того, что вам нужно, и формируется вот эта вся история, связанная с доказыванием. То есть доказываете вы кому? Доказываете вы, соответственно, не мужчине, да, который там с вами в отношениях, да? А, доказываете вы отцу, доказываете вы своим родителям, скорее всего. Понимаете? Ну вот. И до тех пор, пока диалог вот не завершён, да, до тех пор, пока диалог не завершился, между вами и вашими родителями, пока это, ну, не успокоилось, как бы. Ситуация и будет складываться примерно таким образом. Снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Вот. Диалог с родителями, да, нужно завершить вам свой. Поэтому необходимо привести в порядок и, так сказать, слово это, инвентаризировать. Инвентаризировать голоса в голове. Вот. Ну, потому что вы не отдаёте себе сейчас отсчёт в том, что доказывание ваше, ваше, да, вот, доказывание ваше, оно, ммм, связано с, с тем, что уже есть обесценивание, уже есть некий определённый негатив. И вот его источник, его природу, нужно смотреть. Анализируется и выявляется это всё в ходе индивидуальной работы, вот, в ходе работы с чувствами, в том числе. Вот. Потому что так вот в формате вопрос-ответ сделать это невозможно. Вот. Ну и сейчас я могу дать вам определённое задание, да, и собрать в некий такой список свои недостатки. Вот. Дописать книг к ним, к этим недостаткам. Аргументы, почему вы считаете их недостатками. Источники, откуда вы узнали, что это ваши недостатки именно. И, соответственно, положительные проявления их недостатков. Вот. То есть верить, верить не нужно. Вера это, вера, вера это интуитивное подразумевание того, чего может не быть, да, за правду. А в данном случае верить не надо. Нужно увидеть, почувствовать это. Вы просто забыли. Забыли как это. Подавили свои чувства когда-то. Вот. То есть, к сожалению, да, ваш вопрос, он звучит несколько инфантильно, так скажем. Инфантильно, потому что, ну, потому что верить в это не нужно. Это значит, что вполне возможно вы, вам точнее не хватает личностного роста. Вот. Если это так, то личностный рост тоже можно скорректировать через работу с психологом. Вот. Ну и, конечно, есть мотивация определенная, по которой вы ведете себя именно так, как ведете. Да, да, то есть, ну, вот вы говорите, что доказываете, доказываете мужчине, что вы хорошие. Да? Вопрос ваше. Взникает. Что будет-то, если он вдруг узнает, что вы, например, нехорошие. Что вы, ну, недостаточно хорошие. Что произойдет в этом случае? А в этом случае я останусь одна. Я не хочу оставаться одна. Да, да. Я боюсь к одиночке. Ну, например. Например, вы так думаете. Понимаете? Какая история. Это, ну что-то, достаточно важный момент. Мотивация. Мотивация, по которой вы стремитесь к тому, к чему стремитесь. То есть вы растворяетесь в людях, вы стремитесь в мужчинах, стремитесь к растворению. Вот. А это, ну, это личные границы. Ваши. Это личная ответственность. Это собственные цели, которых, ну, достигаете вы и только вы. Да? Вот. Поэтому нужно, 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 конечно, понять, для чего вам мужчина. Вот. И нужен ли он вам вообще был бы, если бы вы могли, например, ну, если бы вы не нуждались в любви, если бы вы не сомневались. Ведь, по сути, пока получается, что людей, да, ну, в частности, мужчин, вы просто используете, используете для того, чтобы они подтвердили вам, что вы достойны любви. Вот. Понимаете? Вот. Вот так. Вот так. То есть, то есть, понимаете вы, понимаете вы ситуацию правильно. Понимаете вы правильно. Понимаете, что, ну, что это не нормально. Это правильно. Вот. Понимаете, понимаете вы верно. Но, этого ведь мало. Этого мало. К сожалению. То есть, нужно еще, помимо понимания, да, нужно еще и делать что-то. Для того, чтобы ситуация изменилась. Вот. Понимаете? Понимаете? Вот так. Я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Который вы задаете. Ага. Значит. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. А если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Конечно. Спасибо. Продолжение следует...